Всем привет! Как вы думаете, можно ли сделать пылесос из подручных средств? В сегодняшнем видео мы с вами попробуем сделать мини-пылесос для дома. За основу пылесоса нам послужит пустая пластиковая бутылка, объёмом 1,5 литра. Маркером наносим разметку на бутылку, так как показано на видео. А затем с помощью канцелярского ножа вырезаем ненужную часть. Нам понадобится верхняя и нижняя часть бутылки. Форма бутылки должна быть такая, чтобы верхняя часть вставлялась в нижнюю. Теперь нам нужно сделать крыльчатку для пылесоса. Её мы будем делать из пустого баллончика для бритья. С помощью ножовки мы отрезаем нижнюю и верхнюю часть. Всё хорошенько промываем и из полученной трубки нужно сделать ровный лист железа. Замеряем диаметр нашей бутылки. У нас это 9 см. Выставляем на циркуле и переносим на лист железа. Мы сделали радиус немного меньше, чтобы вентилятор не задевал стенки пылесоса. После разделяем данный круг на 8 ровных частей. И отступаем от центра по 1 см. Это отметка, до которой мы будем резать наши лопасти. Теперь всё это нужно вырезать и сделать прорезы под лопасти. Немного поджимаем лопасти для большей продуктивности. Всё, наша крыльчатка готова. Ну а роль двигателя будет выполнять маленький моторчик, который мы взяли с нерабочей детской игрушки. Сам вентилятор мы закрепили на маленький винтик. Переходим к изготовлению фиксатора под фильтр. Соединяем две части корпуса и делаем около 6 отметок для болтов. Перед установкой фильтр нужно установить моторчик. С помощью большого количества термоклея крепим всю нашу конструкцию на дно бутылки. Чтобы увеличить тягу пылесоса, мы наклеим уплотнитель. Отмеряем нужный вам кусочек и клеим возле вентилятора. Теперь расстояние между корпусом и вентилятором минимальное, что и улучшит поток воздуха. В проделанные ранее дырки вставляем болтики. Они послужат ограничителем для фильтра. Ну а для самого фильтра мы используем медную проволоку, которую нужно изогнуть в круг по размеру нашей бутылки. Ложим это кольцо на марлю и с помощью термоклея обклеиваем со всех сторон. После засыхания клея отрезаем все излишки марли. И наш фильтр для пылесоса готов. Возьмите небольшую пластиковую трубку не толще, чем крышка. Перенесите размер трубки на крышку, а затем вырежьте. Теперь вставьте трубку в крышку и закройте бутылку. По сути наш пылесос готов. Соединяем верхнюю и нижнюю часть и можем пользоваться самым простым и примитивным пылесосом. Что кстати последнее не мешает ему выполнять свои обязанности. Давайте проверим насколько он хорош как пылесос. Дует неплохо. Что ж, у нас все работает. Вентилятор создает достаточную силу и втягивает весь мусор, который остается в переднем боксе за счет фильтра. На изготовление такого пылесоса мы брали все подручные средства. Так что сделать такой может каждый. Друзья, если вам понравилось это видео, не забудьте поставить под ним лайк. Ну и пишите в комментариях, какую бытовую технику можно сделать еще. Подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok